С нами Бог и Андреевский флаг. Так напутствовали командиры русских кораблей свои экипажи перед боем. С этими же словами разбивал врагов Родины капитан-лейтенант Александр Казарский. Вера всегда была опорой не только государству, но и его флоту. А потому День памяти командира Брига Меркурий начался со службы в храме святого архистратига Михаила. Многие знают и восторгаются как бы им подвигами, но тем не менее душа, она точно так же требует именно заботы, такой христианский забот. Поэтому мы с вами помолимся к вопросу Господа и Библии милостей. Возвращение Дня Божия Александра, Царствия Божьего. Российское военное историческое общество восстанавливает историческую справедливость. А здесь справедливость какая? Это история нашего Черноморского флота, история нашего города. И такие герои, как Казарский, они должны жить в сердцах всех севастопольцев. И в первую очередь дети, чтобы знали нашу историю. Александр Казарский – один из яркой плеяды героев, которыми славен Черноморский флот. Сюда он попал в 1813 году, после окончания Николаевского штурманского училища. Своя отвага Александр Иванович прославился задолго до легендарного боя Брига Меркурий. В 1828 году судно-соперник под командованием Казарского в течение трех недель, несмотря на пробоины, атаковала Анапскую крепость, к которой не мог подойти основной флот. За участие во взятии Анапы Александр Казарский был произведен в капитан-лейтенанты. Сегодня мы не просто вспоминаем Александра Ивановича Казарского как черноморского героя. Сегодня мы вспоминаем традицию служения Родине, Отечеству нашему российскому на море. И это не пропадет никогда. Всегда моряки-черноморцы и вообще русские моряки будут брать пример с подвига и командира Казарского, и его 18-пушечного Брига Меркурий. В 1829 году моряки-черноморцы в очередной раз показали пример стойкости и силы. Бриг Меркурий встретил два линейных турецких корабля, мощь которых в 10 раз превосходила силы русского морского разведчика. Несмотря на это, Казарский принял бой, распорядившись в случае неудачи взорвать бочки с порохом, зацепив при этом хотя бы один корабль противника. После четырех часов сражения русские моряки сделали невозможное и вышли победителями в неравном бою. Это лишь несколько примеров подвигов Александра Казарского, который всю свою жизнь посвятил служению Родине и умер, прожив всего 36 лет. Его подло отравили в Николаеве, куда отважный капитан был направлен императором Николаем I, чтобы расследовать злоупотребление на флоте. Растрат указаны. Память Александра Казарского севастопольца почтили возложением цветов в доме офицеров Черноморского флота и у первого памятника в Севастополе, который возвышается над Матросским бульваром. На монументе, посвященном отважному офицеру, высечены слова «Казарский потомству» в пример. В это же время над Константиновской батареей подняли Георгиевский военно-морской флаг, который легендарный брик Меркурий получил в качестве награды за победу над турецкими кораблями. Белоголубое полотнище гордо реет над бухтой и городом, который защищал Александр Казарский.